Мне хотелось бы рассказать одну старую историю, которая случилась в Индии. Это история о величайшем алмазе Кахиноре. Я бы хотел вам рассказать про него. Он принадлежал одному индусу-крестьянину в Галконде. Он нашел его на своем участке, по которому протекала река. Этот камень хорошо и красиво выглядел, и крестьянин подумал, что он мог бы пригодиться его детям. Они могли бы играть с ним. Вон он, какой красивый! Поэтому он притащил его домой и дал детям. Но дети везде дети. Они играли с ним до тех пор, пока он не надоел им. После чего его положили на окно и вовсе забыли про него. Однажды один монах, бродячий саньясин, проходил через эти горы. Он искал себе ночлег, и крестьянин пригласил его. Монах принял пищу, предложенную ему радушным хозяином, а после чего они поболтали. Монах был как-никак бродягой и знал посему множество новостей обо всем в мире, что и где происходит. И как бы между прочим, саньясин сказал, что ты тут делаешь. Я знаю, что есть место, где алмазы можно найти прямо на берегу реки. И приложив немного труда, ты сказочно мог бы разбогатеть. А работая с этой землей, которую надо возделывать, ты всю жизнь будешь трудиться в поте лица своего. Зачем так тратить жизнь впустую? На следующее утро саньясин ушел. Но в уме крестьянина он зародил надежду, которая созрела в желание и полностью захватила бедного крестьянина. Не зная, что это за река, он продал свой участок и пустился в поиски. На прощание он сказал своей жене и детям. Но самое меньшее, вы должны меня подождать лет пять. Я вернусь. Он усердно трудился во многих местах, но и через пять лет не нашел того места, где алмазов было бы так много, что и добывать их не составило бы труда. Но за пять лет он так твердо и четко усвоил одну вещь. Что же такое алмаз? И вот он возвращается домой. И когда приблизился к своей хижине, то он не поверил своим глазам. Редчайший и величайший алмаз, который вообще можно было бы себе вообразить, лежал просто заброшенный и забытый всеми на его подоконнике. И тогда он вспомнил, что река текла ведь через его участок. А ведь он продал его этот участок, где он нашел этот алмаз. Этот участок земли и был сокровищницей алмазов Галкондой. И все самые большие алмазы пришли именно оттуда, с той самой крестьянской земли. А та стекляшка, которой так любили играть дети, и которая в конце концов надоела и им, ее забросили, стала величайшим алмазом мира. И еще одна история вспомнилась мне. Умер городской нищий. Смерть случается каждый день. И в смерти нищего не было ничего необычного. Но его смерть была новостью для города. Тридцать пять лет он стоял на одном и том же месте и просил милостыню. Из уважения к его постоянству, горожане решили и похоронить его на этом самом месте. Они начали копать могилу. И вдруг, к своему удивлению, нашли огромные сокровища. Как раз под тем местом, где обычно стоял нищий. Горожане стали смеяться над его злой судьбой и осуждать его глупость. Если бы он только копнул землю под собой, вместо того, чтобы всю жизнь протягивать руку за грошами, он бы стал самым богатым человеком в городе, владельцем несметного состояния. Но никому из них даже в голову не пришло, что каждый из них, возможно, находится в аналогичном состоянии. Глубоко, внутри нас, сокрыты несметные сокровища, которые никогда не используются, в то время как их владелец пытается получить богатство из окружающего мира. Там, где мы стоим, там, где есть наше существование, наше истинное бытие, там находится дом наших сокровищ. И не надо никуда обращаться, нужно действительно только посмотреть вовнутрь самого себя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok